Каждый год, именно в ноябре, когда осенний урожай с дач собран, когда дети отправлены в школу, активизируются любители цветов. У них наконец-то появляется много свободного времени, которое они могут уделить своим комнатным растениям. Ну и, конечно, хочется пополнить свою коллекцию чем-то новеньким. И в это время каждый день мне приходят по несколько сообщений с просьбой отправить то или иное растение. И несмотря на то, что я обычно пишу пост, что отправка растений почты приостанавливается до весны из-за ночных заморозков, это всё равно многих не останавливает. Ночные заморозки в это время могут быть от минус 2 до минус 6. Для многих растений такая температура – это неминуемая смерть. И даже если растение хорошо упаковано в картон, в тубус, а сверху ещё и пенопласт или спененный полиэтилен, всё равно это не спасёт его от гибели. Объясняю, что лучше подождать до весны и до тепла, чтобы не рисковать ни растениями, ни вашими деньгами. Но многих это не останавливают, они просят отправить под их ответственность. На что я, конечно, не ведусь. Большинство наших комнатных растений – это жители субтропических и тропических регионов, где отрицательной температуры практически не встречаются. Но немногие растения могут пережить температуру воздуха даже минус 2 градуса. Максимально там минус 1, 0. Некоторые орхидеи, такие как цимбидиумы, потому что они высокогорные и переносят такие температуры. С утеплением, в принципе, они переживут такое падение температур. Фуксии могут перенести от 0 до минус 1 при хорошем утеплении. Но ни в коем случае нельзя заказывать фиалки. Ни в коем случае нельзя заказывать бугенвилии и другие тропические растения, такие как ароидные. И когда мне говорят, а я заказывала, и все пришло первым классом, потому что в теплом вагоне едет, уверяю вас, нет никакой разницы заказывать первым классом или обычной почтой. Все едет в одном вагоне. А если вам нужно отправить посылку на Сахалин, то туда поезд все равно не ходит, поэтому в любом случае там самолет. Никто ни машины, ни вагоны, ни на почте России, ни в СДЭКе не утепляет. И если вдруг вам в мороз приходят, вдруг растения не сильно замерзшие, то, я не знаю, вы, наверное, просто имеете очень квалифицированного ангела-хранителя, который бережет и вас, и все, что вы заказываете. Как правило, во многих группах начинают жаловаться на то, что продавцы, негодяи и все такое. Естественно, настоящий продавец, который заботится о своей репутации, никогда не будет отправлять растения в минусовую температуру, как бы их не просил покупатель. Растения – это не животные, и они не вырабатывают тепло в процессе своей жизнедеятельности. Поэтому, как ни упаковывая коробку в тубус, в картон, потом в спененный полиуретан или в пенопласт, все равно внутри коробки со временем температура станет точно такой же, как и за ее бортом. Так как растения – это все-таки достаточно дорогое удовольствие, не стоит рисковать. И лучше набраться терпения и подождать до весны. Или еще, как вариант, некоторые продавцы растений бронируют растения по предоплате точно так же до весны, и вы будете точно уверены, что именно этот экземпляр вам достанется. Как только на улице будет устойчивый минус, я хочу записать эксперимент с тем, как растения переносят мясовые температуры, наглядно показав это. Ну и чтобы не пропустить видео, подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok